От праздников к будням. В администрации Северского района состоялось очередное планерное совещание. Главы поселений, руководители служб и ведомств обсудили актуальные проблемы и результаты проделанной работы. В первую очередь собравшиеся обсудили итоги участия муниципалитета в российском инвестиционном форуме Сочи-2019. Основную информацию представил начальник управления экономики, инвестиций и прогнозирования Ирина Грессель. Весна еще только начинает вступать в свои права, однако подготовка к возможным внештатным ситуациям в районе уже идет. Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алексей Васильев представил доклад о мерах по подготовке к безаварийному пропуску паводков 2019 года. Не остались без внимания и текущей задачи, такие как наведение санитарного порядка в поселения. Главы Калужского, Новодмитриевского, Григорьевского и Смоленского поселения отчитались о проделанной работе. В молодежном центре этаж станицы Северской прошел семинар для будущих депутатов. Встречал участников мероприятия молодежный актив Северского района. На семинаре участники ознакомились с работой портала «Депутат-избиратель» и с организацией проведением приема граждан. Особое внимание будущие депутаты уделили работы с обращениями. Их ознакомили с основными правилами подготовки материалов на официальные сайты органов власти. В завершении семинара для его участников представили обзор изменений в законодательстве, вступивших в силу с 1 января 2019 года. С любовью к искусству. В Северском историко-краеведческом музее открылась выставка-презентация творческих работ учащихся и преподавателей детской художественной школы поселка Ильского. Выставку посвятили 30-летию учреждения. Невозможно переоценить важность воспитания в детей, чувства красоты, культуры мировоззрения, культуры общения. И всему этому учат наши замечательные педагоги, наши талантливые учителя. В экспозицию вошло 150 работ по видам. Живопись, графика, рисунок, декоративно-прикладное творчество, народный костюм, фотоискусство, выполненных в различных техниках и на различные темы. Работы, как вы видите, действительно очень хорошего, высокого уровня. И они известны на международном и республиканском уровне. То есть эти работы из нашего маленького поселочка знают далеко за рубежом. И наши выпускники работают и в России, и за границей, и везде их ценят и любят. Поэтому мы гордимся, что наш северский район славен такими замечательными юными художниками. Для гостей выставки свои музыкальные номера представили юные дарования Северского района. Творческие работы юных мастеров-художников отражают в себе традиции и быт народа. Тематические натюрморты, жизнь жителей и гостей городов, станиц, поселков. Иллюстрации неповторимого колорита природы и удивительный животный мир Краснодарского края. Украшением выставки стали изделия декоративно-прикладного искусства, выполненные в различных техниках. Лоскутное шитье, керамика, холодный батик, традиционная тряпичная кукла, плетение из народных материалов. Выставка продлится до 4 апреля 2019 года. Елена Меркатан, Руслан Лоов, телерадиокомпания «Атаман». В России завершились масленичные гуляния. Традиционный праздник, символизирующий начало весны, прошел из станицы Северской. С самого утра на площади Дома культуры гостей и жителей районного центра ожидал праздничный концерт народных коллективов. Для самых маленьких работники ДК подготовили игровую программу с короводами и викторинами, а также рассказали об истории масленицы и ее неизменных атрибутах. Большая культурная программа развернулась и в клубе загородного отдыха станицы Северской. Взрослые дети поучаствовали в конкурсе частушек, народных забавах с хороводами и играми и смогли попробовать традиционное блюдо праздника – блины. Праздник прекрасный. Мы здесь уже второй раз. Пару лет назад у них точно такое же было представление. Очень здорово участвовали. И в этом году опять привелись с собой знакомых. Прекрасно проводим время. Впечатления хорошие, положительные эмоции. Хорошая погода, хорошее настроение. Побольше таких праздников почаще устраивайте людей. Будьте здоровы. Молодцы, что помнят традиции кубанские такие. Вообще не только кубанские, все российские. Молодцы, умницы. Все замечательно. Спасибо за праздник. Спасибо организаторам. Завершился праздник главным и всеми ожидаемым сжиганием чучела масленицы, символизирующего солнце и наступление долгожданной весны. В преддверии Международного женского дня в селе Львовском прошел праздничный концерт. Для представителей с прекрасного пола прозвучали теплые слова поздравлений. Хочу всем женщинам поклониться и сказать огромное спасибо вам за теплоту. За то, что вы бережете домашний очаг. Рожайте детей. Воспитывайте будущее. Даете им знания. И всю жизнь мама, женщина беспокоится о своем ребенке. Низкий вам поклон. Мира и счастья. Доставка и благополучия. Я бы хотел, чтобы дети ваши, внуки ваши и последующие поколения ценили, любили вас. И только радовали. С праздником вас, дорогие земли. Настоящим подарком для присутствующих стало выступление солистов и коллективов Львовского дома культуры. Немало строк со сцены артисты посвятили главному человеку в жизни каждого из нас – маме. Песни и танцевальные номера не оставили равнодушными всех, кто посетил мероприятие. Спорт не только закаляет тело и дух, но и открывает новые возможности. В спортивном клубе «Пересвет» прошел турнир по армейскому рукопашному бою среди военно-патриотических клубов. В этом году в турнире приняли участие ребята разных возрастов из Северского и Абинского районов. Перед началом соревнований перед молодыми спортсменами выступил настоятель Свято-Никольского храма поселка Ильский отец Кирилл. Спорт – это благо для человека, потому что он позволяет не только нам сохранить свое здоровье, но и сформировать свою личность. Для мужчины это важно. Я желаю вам побеждать. Вы должны учиться побеждать. Ну и, конечно, каждый человек должен уметь и проигрывать, и выносить уроки из своего поражения. Каждый мальчик со временем становится мужчиной, защитником своей Родины. С напутственными словами перед юными бойцами выступил атаман Северского района Александр Дедов. Это отрадно. Наша страна огромная, самая богатая, самая красивая. Она всегда нуждается в своих защитниках. И вы сейчас здесь, находясь, готовитесь именно к тому, чтобы быть настоящими мужчинами и быть настоящими защитниками нашего Отечества. Это Люба. Участники были разделены по возрастным группам и весовым категориям, а за ходом поединков наблюдал тренерский состав и судьи. Турнир прошел без травм и происшествий. Все участники показали достойный уровень победителей и призеров, наградили медалями и почетными грамотами. Сложно назвать кого-либо из участников проигравшим, ведь проигрыш – это опыт, а опыт всегда приближает к новым победам. На турнире отметили одного из воспитанников клуба «Пересвет» – Христюха Никиту. Недавно он принимал участие в соревнованиях Южного федерального округа по рукопашному бою в городе Волгодонск. Тогда юный спортсмен занял третье место. Скоро спортсмен отправится на всероссийские соревнования по рукопашному бою. В Россию пришло цифровое телевидение. Вскоре вся страна сможет принимать 20 каналов в цифровом качестве и абсолютно бесплатно. После перехода на цифру аналоговое телевещание будет отключено. Телевизоры без поддержки стандарта DVB-T2 погаснут. Но любимые телеканалы легко найти в цифровом эфире. Подключи к телеку дециметровую антенну и цифровую приставку. И даже старый телевизор поймает в эфире все цифровые телеканалы. Подробности на сайте rtrs.rf Классика в новом исполнении. На мотор-шоу в Женеве французская компания Da Vinci представила автомобили в стиле ретро. Разработчиков вдохновили гоночные машины 30-х годов. Но в отличие от предшественников, эти авто оснащены современной трансмиссией и электрическим двигателем. Запаса хода хватает на расстояние от 150 до 230 километров. С ним вас ждет приключение. Это автомобиль для удовольствия. Он не для того, чтобы служить, а чтобы дарить наслаждение. Главное – получить удовольствие от поездки за рулем. Компания работает всего два года. В нынешнем году она планирует построить 200 автомобилей. На 100 уже есть покупатели. Цены начинаются от 50 тысяч евро. Все машины собираются вручную. А это – детище возрождающегося испанского бренда Испано-Суиса. Компания появилась более ста лет назад, но угасла к середине прошлого века. Все предыдущие попытки вернуть бренд к жизни успехом не увенчались. Новое творение под названием «Кармен» вдохновлено моделью 38-го года выпуска. У нее была независимая подвеска, разработанная гонщиком Андре Дюбоне. Тот автомобиль был от Андре Дюбоне, гонщика и летчика. По этой причине мы создали такую аэроформу. «Кармен» оснащена электрической силовой установкой мощностью 1020 л.с. Роскошное авто предназначено для дальних комфортных поездок. Компания выпустит только 19 таких машин. Цена – полтора миллиона евро. В числе люксовых автомобилей на Женевском мотор-шоу дебютирует российский лимузин «Аурус Сенат». Разработка принадлежит российскому институту НАМИ. Со следующего года автомобили «Аурус» будут продавать в Европе. Редактор субтитров А.Семкин